В Гусь-Хрустальном начали капитальный ремонт Дома культуры. Здание было построено еще в 1929 году. Несколько лет назад оно закрылось из-за аварийного состояния крыши. В этом году муниципалитет получил финансирование – около 15 миллионов рублей. Ход работ оценил председатель областного законодательного собрания Владимир Киселев. Сняли те балки, которым уже исполнилось такой возраст – 90 лет. Хотя они еще в более-менее нормальном состоянии, но, к сожалению, крыша уже достаточно сильно текла. К нам Алексей Николаевич обратился. Мы договорились с губернатором области о том, что областной бюджет помогает в ремонте данного объекта. В настоящее время ремонт в полном разгаре. Самые сложные работы уже начались. Это по замене крыши, по капитальному ремонту крыши именно над сценой. И в этом же году запланированы также работы по замене механики сцены. По плану эти работы завершатся в декабре. В следующем году местные власти хотят привести в порядок фасад здания. В Доме культуры занимаются более тысячи человек. Работает около 60 кружков и секций, в том числе хор «Вдохновение». Многое лето! Многое лето! А рядом со спортивной школой в Гусь-Хрустальном вскоре появится многофункциональная спортивная площадка. На ней будут зоны для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Здесь же разместят гимнастические снаряды. Пропускная способность у нее от двух до шестидесяти человек в смену. То есть наши жители нашего города могут воспользоваться в любое время. То есть площадка будет открыта с утра до вечера. Она доступна будет для каждого. То есть каждый житель города может прийти, позаниматься физической культурой, спортом. Стоимость площадки почти 5 миллионов рублей. Построить ее планируют в сентябре. Впрочем, спортивные снаряды уже можно опробовать. Что и сделал председатель областного парламента. Всего в Гусь-Хрустальном 160 спортивных сооружений. В том числе два стадиона, 30 спортивных залов и плавательный бассейн. В прошлом году город занял первое место в области по внедрению комплекса ГТО. Татьяна Гордеева, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.